Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Раббе, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя. В телесериале «Самое красивое». Аркимедес Риверо. Режиссер Рафаэль Гомес. 64-я серия. Ну, Роксана, повтори в точности, что ты сказала Габе. Слово в слово, с точностью до запятой, чтобы я мог опровергнуть твои слова, чтобы я мог сказать, что ты лжешь, потому что ты сама способна поверить во все то, что выдумываешь. Ну, рассказывай, что ты ей сказала. Давай, расскажи, все. Ну, я ей рассказала о том, как ты обычно поступаешь с женщинами. Как? Что ты возишь их в путешествия. Вот как? Скажи, а тебя я куда-нибудь возил? Скажи. Куда? Нет. Меня нет. Но других да. Эстрелью на Багамские острова. А Едиры ездила с тобой кататься на лыжах. А Чучи в Пуэрто-Рико. Ну, все. Хватит, Роксана. Я хотел только уточнить, ездил ли я куда-нибудь с тобой? А что касается моего якобы признания в любви... Но это правда, Рикардо. Это да, это правда. Потому что я тоже слышала. Нет. Верно. Он это говорил, Габи. Ты мне это говорил. Но ведь я был пьяным. А пьяный так же, как и дети говорят правду. Верно. Габи, ну скажи. Да, так говорится. Нет. Извините, но с пьяных взятки гладки. Ты не знаешь, Роксана, что со мной происходит, когда я напиваюсь. Ну, хоть бы сейчас сюда пришли все те женщины, о которых ты говорила. Чтобы можно было у них спросить, признавался ли я когда-нибудь им в любви? Или говорил ли я им когда-нибудь подобные глупости, про которые ты рассказывала Габриэле? Рикардо, спорим, ты не угадаешь, кого я тебе привела? О, Боже мой, кажется, я не вовремя. Синьор Линарес, извините, что я настаиваю, но все же у вашего сына могут быть скрытые враги, которые были вы заинтересованы во ворганизации этого покушения на вашего сына. Нет, Артур, уверяю вас, совершенно очевидно, что Умар из ревности пытался убить моего сына. А если у него есть и другие враги, то, вероятнее всего, у них те же причины ненавидеть моего сына, что и Умара. Конечно, ваш сын настоящий Казанова. Простите меня. Синьор Линарес, и все же это не просто домыслы. Скажите, а как насчет отделения реабилитации? Может быть, там удастся что-нибудь узнать? Отделения реабилитации? Нет. Извините, Артур, но думаю, я ничем не смогу вам помочь. Не представляю себе, что у моего сына есть тайные враги. Ну что же. Нет, подождите, не уходите. Может быть, выпьете со мной кофе? Извините, синьор Линарес, но мне нужно продолжить сбор информации. Артур, мне хотелось бы, чтобы вы дали мне ваш телефон. Вдруг мне понадобится решить один семейный вопрос. Может быть, понадобится ваша помощь, если не все уладится сегодня или завтра. Конечно, можно найти меня на работе. Хорошо. Можете рассчитывать на меня. Пожалуйста. Федерико? Я ухожу. Ну что же, синьор Линарес, больше не буду вас задерживать. Нет, вы не задерживаете меня, Артур? Федерико? Пойдемте, я провожу вас. В данный момент у меня нет никаких других дел. Я провожу вас. Мама, а вот этот святой что делает? Как это, что делает? Ну, он что, лечит? Нет, это апостол Фадей, чудотворец. Вот, посмотри. Посмотри сюда. А как ты думаешь, он может мне помочь найти то, что я потеряла? Может? Ну, это нужно попросить у святого Антонио. Вот он. Это чудотворец. А вот этот помогает, когда ты что-нибудь потеряешь. Понимаешь? Вот этот. А он долго просьбы выполняет? Ну, думаю, что если усердно и с Верой помолиться, то до него быстро дойдет твоя просьба. А ты можешь мне его подарить? Можешь? Можно я возьму его себе? Можно. Иди ко мне, моя радость. Конечно, я тебе подарю. Подарю его изображение. Все мое, это твое. Проси, что хочешь, я все тебе отдам. Все. Мне для тебя ничего не жалко, моя дорогая. Вот теперь-то точно мой желудок пуст совсем. У меня даже нет моего ящика для чистки ботинок, и я не могу опять начать работать. Воры, негодяи, бандиты, оставьте меня. Не трогайте его, отпустите его. Полиция! Кто ты, мальчик? Меня зовут Диего. Благодаря тебе я все еще жив. Ты сказал Диего? Да, Диего. А дальше как? Не знаю. У тебя запах одинокого ребенка, у тебя нет семьи, но улица воспитала тебя хорошим. Ну что же, Диего, говори. Что говорить? Как мне заплатить за ту услугу, которую ты мне оказал? По закону улицы я должен отблагодарить тебя. Решай, чем. ну что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Я очень хочу есть. даже не верится, сколько времени мы с вами не виделись. Очень много времени. А разве ты не собирался кое о чем спросить своих куколок? Да, да, да. Конечно, я хотел. Ведь правда, что Рикардо признавался вам в любви. Правда? Скажите, что? Ну скажи, Рикардо признавался в любви? Ну что ты, Рикардо такой замечательный. Правда, девушки? Да, это правда. Мы это говорим не потому, что ты здесь, а потому, что мы тебя очень любим. Рикардо, дорогой. А я вам когда-нибудь говорил, что люблю вас. Кому-нибудь из вас. Я это когда-нибудь говорил? Может быть, тебя? Видишь? Ну, видишь? Никогда никому не говорил. Теперь ты убедилась. Рикардо, ты мне это говорил. Тебе не смеши. Да, сказала Стрелья, и Габи слышала. Перестаньте. Я сам спровоцировал все это, поэтому я сам и положу всему этому конец. Все, перестаньте. А ты, вредная девчонка, запомни. Никогда в здравом уме и твердой памяти я не говорил ни одной женщине то, что я говорил тебе. Я люблю тебя. Вы меня хорошо слышали? Я люблю Габриэлу Грубер. Вам всем понятно? И я никогда раньше не делал такого глупого и публичного признания в любви, как сейчас. Ну что, довольна? Ну? А вы убирайтесь отсюда, в том числе и ты, Роксана, особенно ты. Уходите, уходите. Все. Прошу вас. Прошу, уходите. Ну? Ты довольна? Смейся, отлично, ты можешь смеяться надо мной очень хорошо, пожалуйста. Смейся. Издевайся, да. Знаешь что, а ты очень смешно выглядишь, когда злишься. Даже можно сказать, что это тебе идет. Ой, только посмотрите, как он губки надул. Мне так нравится, как ты смотришь. Просто ты иногда меня выводишь из себя. Просто совсем выводишь. Да неужели? Ну, в таком случае приготовься. у тебя будет очень много времени, чтобы со мной ссориться. Больше того, как только ты выздоровеешь, мы сразу отправимся в путешествие. ссориться. Ссориться. не будем это обсуждать. Пойдем, пойдем, я донесу чемодан до машины. Я сам это сделаю. спасибо, папа. Я так благодарен тебе за все. Мне хотелось бы как-то помочь тебе, но я не знаю чем. Мне хотелось бы видеть тебя счастливым. Ты заслуживаешь быть счастливым? Если ты хочешь мне помочь, если хочешь видеть меня счастливым, скажи Габриале всю правду. Ведь ты ей еще ничего не сказал про Сару. Ты должен быть с ней откровенен. Габриэла любит тебя, сынок. Она заслуживает, чтобы ты был с ней полностью откровенен. Я хочу, чтобы ты все рассказал ей. Ради нее и ради меня. Так вот, Марисоль, смотри, не потеряй номер телефона, который я тебе дала. Помни, что маме на следующей неделе нужно пойти к врачу. Эстер, я там оставила деньги, свою зарплату за телефон, за свет, за газ уже оплачена. Ну, мы хотя бы ничего не должны Марселину. Ребята, ведите себя хорошо. Помогайте друг другу, хорошо учитесь и особенно берегите маму, понятно? Ты все это уже сто раз повторяла. Не говори одно и то же, ты не одна у мамы дочь. Мы тоже сумеем о ней позаботиться. А кроме того, ты всего на одну неделю уезжаешь. Разве я не права? Это же целая неделя, мало ли что может за неделю произойти. Рикардо! Йоли, моя радость! Рикардо, ты с ума сошел? Немедленно отпусти ее. А что? А твое ранение? Успокойся, со мной все в порядке. Здравствуйте, как у вас дела? Только посмотрите на него отлично выглядит. Рикардо, береги ее. Приглядывай за ней. Хорошо, хорошо, обязательно. Да-да, не беспокойтесь за нее. Здравствуйте, синьера Гнцелла. Как вы себя чувствуете? По-разному, то хорошо, то средне. А вы как? Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. Ну, по правде говоря, отдыхать это всегда замечательно. Вы уже уезжаете? Да, лучше выехать пораньше. Мне бы хотелось с вами поговорить, Рикардо. Со мной? Да, с вами наедине. все, что ты рассказала мне, очень печально. Ты ведь знаешь, как хорошо я отношусь к твоей семье. Я жертва, Сусанна. А хуже всего то, что я не могу рассчитывать на поддержку своего сына. Рикардо очень обижен на меня. Когда он выйдет из больницы, я поговорю с ним. Уверена, он поймет и поддержит меня, так что я могу ему рассказать все, что со мной происходит. Думаю, тебе придется ждать его гораздо дольше. Он взял отпуск. Сегодня он должен был выписаться из клиники и уехать. Как это? Как уехать? Куда? С кем? Куда, я не знаю, а вот с кем знаю. Он собирается ехать с Габриэллой. Как дела? Привет, Артура. Вот это только что пришло. Спасибо. Итак, вот оно это дело. Скорей, распечатай его. Ставлю месячное жалование, что я знаю этого типа. Я не хочу лишать от тебя твоих денег, Дэмо. Позволь мне напомнить, что мы и понятия не имеем. Но? я его не помню. Я тоже. Может быть, ты, Миранда, его помнишь? В чем дело? Что-то не так? Это не та фотография, которая была на утерянном досье. События принимают серьезный оборот, Артуру. Это фотографии другого мужчины. Это настоящее произведение искусства. Ты так не считаешь? Я считаю, что вам не следовало посылать Бэйби одного. А вдруг он подведет? Нет. Он не подведет. Бэйби исполнит мой приказ. У него особый дар для таких заданий. Он настоящий артист. Такой же артист, как и я. Думаю, он уже приступил к исполнению своего произведения. Ну, хватит уже, перестань ходить туда-сюда, пол протрешь. У бедной Ёли голова как у совы крутится. Хватит тебе. Успокойся. Я не понимаю, что мама собирается сказать Рикарду. То, что и любая мать на ее месте сказала бы. А что, если это что-то более серьезное? Ты просто боишься, что поездка не состоится. эстер, хватит. У меня и так нерва на пределе. А ты тут глупости всякие говоришь. Перестань, пожалуйста. Я и так с ума схожу. Сеньора, честно говоря, я... Ну, конечно, вы думаете, что я вмешиваюсь. Ну, что вы? Что вы, сеньора? Наверное, так оно и есть. Я могла бы просто попрощаться с дочерью и отпустить ее. Ведь она счастлива, что едет с вами. С любимым человеком. Но поймите меня, моя Габи в первый раз уезжает с мужчиной. Думаю, я окажусь вам нелепой. Нет, что вы? Да, конечно, окажусь. Знаете, а мне совершенно все равно, что вы про меня думаете. Дело в том, что за своего ребенка я очень переживаю. Конечно, я понимаю, сеньора Консуэлла, за детей всегда очень волнуешься. Я только вижу, как сильно Габи любит вас. И я думаю, что и вы тоже любите ее. Я надеюсь, что вы ее любите. Да, я люблю ее, я ее обожаю. Я ее очень люблю. Очень. Это хорошо звучит. Красиво. Но знаете что, я вам не верю. Что? Я вам не верю, потому что вы только произносите красивые слова. Я вам вот что скажу. Да я могу целую книгу написать из тех красивых слов, которые мне говорили мужчины. Извините, сеньора Консуэлла, но, может быть, вы тогда мне скажете, как я должен доказать вам, что моя любовь к Габи искренняя и чистая. Рикардо, вы ведь понимаете, речь идет о двоих, которые друг друга любят. Вы сказали, что это навсегда. Да. Тогда почему вы все еще не произнесли это волшебное слово замужества? Почему? Скажите. Ответьте мне. Я всю жизнь посвятила детям. Я их всех люблю. Но Габи, она особенная. Она особенно дорога мне, и я хочу, чтобы из моего дома она ушла в подвенечном платье. Послушайте, сеньор Консуэлла, хоть вы мне и не верите, но я очень люблю Габиэлла. Просто мне кажется, что нам нужно время, чтобы лучше узнать друг друга. Вы ведь понимаете... Да. Я понимаю, у меня ведь шестеро детей. Послушайте, Рикардо, что я вам скажу. Ваши слова отдают ложью. Да, потому что если я чему-то и научилась в жизни, так это разбираться в мужчинах и их обещаниях. Послушайте, сеньора Консуэлла, у меня честные намерения по отношению к вашей дочери. А если они такие честные, то почему вы увозите мою дочь, не расписавшись? Не обвенчавшись? Думаю, рано принимать такое ответственное решение. Рано. А я вам вот что скажу. Многие давали обещания, стоя как раз на этом месте, где сейчас вы стоите. И жизнь научила меня разбираться в мужчинах. Это я точно умею. И на своей собственной практике я научилась различать, когда они лгут. Вы лжете, молодой человек. Нет, сеньора Консуэлла, поймите, мои чувства самые искренние. Я люблю Габриэллу по всем законам. Вот, вот это слово я и хотела услышать. Закон, Закс, церковь. Я не отрицаю такую возможность? Не отрицаю? Да, но и ничего не предлагаю. Поэтому я вам не верю. Понимаете? Не верю. Но, сеньора... Нет, нет. Что-то здесь не так. Я не знаю, почему, но вы что-то скрываете и не хотите рассказать. Да вовсе нет. Тогда расскажите. Рассказывайте. Ну? Ну, о чем? О чем можно так долго говорить? Наверное, мама его предупреждает. Конечно, так должно быть. Но это моя жизнь и не нужно в нее вмешиваться. Я думаю, что несчастные Рикарды уже не знают, куда деваться. Что здесь происходит? Что вы делаете в северной комнате? Почему мама так серьезно разговаривает с всем типом? Ну, наконец-то, я вижу твоё замечательное личико. Хорошо, что ты пришёл, но теперь вопросы буду задавать я. Вот уже несколько дней я хочу с тобой поговорить. Наедине. Мама, опять уйти? Так никогда ничего не узнаешь. Давай, иди, иди, быстро. Быстренько, быстренько. О чем ты хочешь поговорить? Субтитры создавал DimaTorzok Все, ребята, уходим. Убираемся отсюда. Все кончено, уходим, ребята. Я точно говорю, это не он. Нет, нет, это не он. Не он. Как это не он? Подумай, это прислали из Канады. Понимаешь? Из Канады. Это должна быть его фотография. Его. Миранда, подумай хорошенько. Ты знаешь, что эти иностранцы хорошо знают свое дело. Маловероятно, что они могут проколоться. Да, именно, это меня больше всего и беспокоит. За всем этим стоят слишком значительные люди. Его подменили, вы понимаете? Они подменили досье. Ты понимаешь, что говоришь? Если так, то в Канаде есть люди, которые во всем этом замешаны. Да, высокопоставленные лица, Артура. Но что же нам делать? Ведь мы лезем туда, куда нас не просят. Заварим такую кашу. В таком случае я и буду эту кашу расхлебывать. Демо, позови Мартинеса. Мы сейчас твоих слов составим портрет человека, которого ты видела. Мы их прижмем, подруга. Прижмем. Он провалится, синьор Аурелио. Провалится. Бэби еще совсем мальчик. Я никогда не был согласен с тем, что вы посылали его одного выполнять эту работу на границу. Он провалится. Я думаю, что он может распустить язык. У тебя сложилось такое мнение, бэби. С каких пор ты так считаешь? Нет, спрашивайте, дону Аурелио. Ведь вы хорошо знаете, что я никогда не доверял ему. Не забывайте, что мы шкурой своей рискуем. Шкурой. Егор, расскажи о всех своих страхах. Скажи, чего ты боишься. Скажи. Дону Аурелио, я знаю, это крепкий парень. Но есть еще кое-что. ему придется убивать. Убивать, а от этого любого дрожь пробьет. Это любого сломает. Бэби выдержит. Он алмаз. Самый крепкий в мире кремень. Он не только выполнит эту работу, но сделает это творчески. артистично. Извините, Дону Аурелио, но в том, чтобы убивать, нет ничего от искусства. Ты еще убедишься в обратном. Егор, Бэби живет смертью. смертью. КОНЕЦ 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 Ты меня не обманишь. Новая одежда, новые машины. Выдаёшь себя за богатого. В чём дело? Откуда у тебя всё это? Ну, конечно, теперь я понимаю, это всё она, эта девчонка рассказала. Она. Ничего подобного. Ты её обманул. Ты выдал себя за другого человека, чтобы она в тебя влюбилась. А в этом нет ничего хорошего, мой дорогой. Скажи, откуда у тебя такая одежда, машины, дорогие часы? Откуда у тебя эти деньги? Габриэл, это всё мои дела, ты ничего в них не поймёшь. Ну хорошо, тогда объясни. Ты ведь не работаешь, да? А если работаешь, то где? Чем ты занимаешься? Что это за предприятие? Какая у тебя должность, адрес? Ну подожди, остановись. Твои дела это твои дела, а мои это мои. Хочешь знать, где я работаю? Да. Тогда и ты мне ответь на кое-какие вопросы. Куда и зачем ты едешь с этим типом Линаросом? Разве он не твой начальник? Что это за отпуск, проводимый с начальником? Разве это не унижает всех нас, эти твои так называемые каникулы, а? Вот что я скажу. Недоверие убивает любовь. Я, конечно, понимаю, это моя прежняя жизнь, плохая рекомендация. Да, правда, я знал много женщин, некоторые из них мне нравились, но с Габи всё по-другому. Она не такая, как все. Для неё всё самое лучшее. Я только одного прошу. Поверьте мне. А как я могу вам верить, если вы даже не намекнули на волшебное слово? Я только прошу, чтобы вы дали мне немного времени. Прошу. А для чего вам время? Я знаю, когда мужчина любит женщину, он тут же делает её своей законной супругой. Не раздумывая долго. Скажите мне правду. О чём вы умалчиваете? Из-за чего я не могу поверить вам. Скажите мне правду. Или вы будете утверждать, что я не права? Я честно скажу вам, синьора Консуэлло, я не хочу обманывать вас. Вас просто нельзя обманывать. Итак, в чём же дело? Ну... Я слушаю. Мало кто всё знает о моей жизни. Просто я не хотел рассказывать Габи об этом. Думаю, сейчас не время. Но... Но... Синьора Консуэлло, существует объективная причина, определённые обстоятельства, из-за которых я не могу говорить с Габи о замужестве. Просто не могу пока. Что вы скрываете? Позвольте мне сейчас об этом не говорить. Это касается моего прошлого. Поймите... Поймите, синьора Консуэлло, это всё произошло до того, как я встретился с Габи. Это никак с ней не связано. Нет, я не хочу, чтобы вы обманывали мою Габи. Я не хочу, чтобы она страдала так же, как и я. Она особенная. Она моя гордость. Да, я понимаю вас. Но вы должны мне поверить. Послушайте, я к вам с открытой душой. Я люблю вашу дочь. Она и для меня особенная. Я хочу быть с ней, любить её, отдать ей всё самое хорошее, что есть во мне. И я не могу уйти отсюда, пока вы не поверите мне. Не могу? Не знаю, не знаю. Уверяю вас, наступит день, когда мы вместе отпразднуем... Отпразднуем... Что? Нашу свадьбу, именно так, как вы мечтаете. Я обещаю вам. Обещаю. Вы это обещаете? Честное слово. Чёрт возьми. Чёрт возьми, а чьи это здесь чемоданы? Кто-то собирается уезжать. Это ты, Консуэла? Уезжаешь с папочкой Габи, чтобы оживить старый роман? А? Скажи. Я тебе не позволю делать намёки и в чём-то сомневаться. Это я твоя старшая сестра. И поэтому я требую, чтобы ты всё выложил мне про свою работу. В чём ты теперь замешан? Отвечай, левша, говори. Говори, я слушаю. Нет, из этого дома никто не уедет. Из этого дома никто без моего разрешения никуда не поедет. Мне ничего не сказали. Это ты во всём виновата. Это из-за тебя здесь никто со мной не считается. Это ты во всём виновата. Этот пьянец дождётся, что я его отделаю. Я его до тех пор бить буду, пока у него всякая охота здесь появляться пропадёт. Нет, 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 сиди здесь. Ты добился того, что хотел. Мне и так страшно. Твоя агрессивность ни к чему не приведёт. Послушай, левша, куда ты влез? Ты единственный мужчина в этом доме. И мы полагаемся на тебя. Пожалуйста, не подведи нас сейчас. Не делай того, что уже нельзя будет исправить. Но, пожалуйста, я прошу тебя. Подумай о том, что я тебе сказала. А теперь оставайся здесь. Успокойся. Я сама пойду и посмотрю, что там происходит с этим Рамиру. Сиди здесь. Послушай, Рамиру, перестань шутай себя строить. Тебе не очень-то к лицу роль ревнивца. Хочешь знать, кто уезжает? Хорошо. Это я уезжаю. Я уезжаю с моим... Со мной. Она едет со мной. Я её жених. С кем? Я уже сказал, с женихом. С кем? Ты ошибаешься, выскочка. Эта девушка никуда не поедет. Понял? У неё есть я. Отец её, Рамиру Апонте. Я представляю её интересы. Ты понял меня? Я здесь мужчина. Я приказываю. Понял? Минуту. Нет, эта девушка никуда не поедет. Ты её не заберёшь. А тем более, вот так. Понял? Нет, это не случится. Рикардо. Рикардо. Габи. Дети мои. Надеюсь, это не будет ошибкой. Я не сказал об этом. Я не сказал всё до конца. Я понимаю, Рикардо любит её. Привет, доченька. Здравствуй. А Рикардо уже ушёл? Да, дочка. Он рано ушёл. Даже со мной не попрощался. Пойми его, что он влюблён. Конечно. Я всегда должна всех понимать. А меня? Кто меня поймёт? Марио Фернандо? Мама Иванесса ушли. Они оставили нас. Оставили нас одних, папа. Одних. Дочка, мама в квартире у Сусанны. Если хочешь, позвони ей. А что касается твоей сестры, то после того, как она нам позвонила и сообщила, что с ней всё в порядке, мы больше ничего о ней не знаем. Это не честно, папа. Ведь она знает. Знает, что мы любим её. Уже пять дней прошло, и ничего. Она сама принимала это решение. Права она или нет. Но она поступила именно так. Папа, я ничего не понимаю. Может быть, только мы с тобой здесь нормальные? Почему мне всегда достаётся самое худшее? Дочка, я совершал ошибки. Может быть, настало время расплачиваться за них. Для меня душа разрывается, когда я вижу, как ты переживаешь всё это. Хоть бы Рикардо был счастлив. Хотя бы он может сказать, что вырвался из этого ада. Вырвался. Папа, а Рикардо сказал правду Габриэле? Он рассказал ей про Сару. Закажи мне на среду. На будущей неделе, на вечер. Да, я возвращаюсь. Пришли мне билет сюда. Ну, конечно, пообедаем вместе. Да, дорогой. Да, до моего отъезда. До свидания. Да, Рикардо. Я возвращаюсь за тобой. И ты не сможешь скрыться от меня. Помни, дорогой, ты не сможешь меня забыть. Ты был слишком свободен. А сейчас тебе нужно меня увидеть. Ты мой. Мой. И никакая другая женщина не сможет занять моё место. Никакая. Ты ошибся. Тебе будет не так просто увезти мою девочку. Понял меня? Ну, хватит, Ромеро. Ты что, с ума сошёл? А что, Консело Грубер? Точно, не в своём уме. Нет, это ты спятил, если поверил этому выскочке. Ты что, не понимаешь? Ты не видишь, он хочет воспользоваться тем, как ты хороша. Вот, в чём дело. А ты хороша. Если ты сдашься, то проиграешь. Ну, поняла меня? А ты, золотого лоса моя, тоже разум потерял? Ты что? Ты что, ты это допустишь? Ты знаешь, что будет? Он её использует. А потом... Привет! Поняла меня? Вот так всё будет. Послушайте, Ромеро. Я слушать ничего не буду. Я ничего не хочу слушать. Понял? Ну, хватит, хватит. Давайте разберёмся. Я так думаю, что этот тип её обманет. Вот увидишь, вот увидишь. Он поступит с ней так же, как его отец поступил с тобой. А, тот, Федрикор Линарес. Не смей так говорить. Не лезь не в своё дело. Хватит. Этот человек... попросил, чтобы я поверил ему. Мне ничего не ясно, но он просил ему поверить. Я так и сделаю. Не знаю почему, но я ему верю. Я верю ему настолько, что моя дочь поедет с ним. С моего согласия и разрешения. Этого нельзя допустить. Она поедет. Рикардо. Слышишь? Я тебе верю. Спасибо. Я вверяю тебе мою дочь. Она моё главное достояние. Я верю тебе. Спасибо. Несмотря на твои тайны. Только не подведи меня, Рикардо. Понимаешь? Отсюда эта девушка не уйдёт. Я не позволю. Нет, ничего не получается. У него взгляд был мягче, более глубокий. Глубокий такой. Миранда, мы уже час этим занимаемся. Вот что, по твоим словам, получилось. Нет, нет, ничего общего. У него глаза более раскосые, что ли. Вот здесь. Миранда, ты уверена, что хорошо запомнила лицо этого типа? Не запомнила. Это мираж, заскок Миранде. Ничего из этого не получится. Забудем об этом. Оставим всё это. Вот он. Ну, конечно. Вот такие у него глаза. Глаза, как у него. Да, такие, такие. Честно говоря, никогда этого лица не видел. А ты индеец? Ты индеец? По правде говоря, я тоже его не знаю. Может, он кто-то из близких знакомых Рикардо Ленареса? И о нём умалчивает Ленарес? Но если он появится рядом, то мы его за решётку упрячем. И если он появится рядом с Рикардо Ленаресом, я прижму его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин